себя так, как ведут себя его предки. Даже несмотря на то, что у этого человека этот продукт вырастает в городских тепличных условиях. Правильно, да? Вот поэтому мне хочется выразить свою благодарность за то, что она является проводником, как сказать, послом, что ли, туинской культуры, в общем, в разных странах. У туинцев есть очень красивая традиция. Никогда туинка не ходит без сережек. У туинки серебряные серьги всегда играют очень важное значение. И все близкие родственники, как бы вы с ними не дружили, не общались, своих родственников любить надо не потому, что они тебе гарнитур подарили, а не потому, что они тебе на свадьбе что-то дорогое дали, а за то, что в них течет ваша кровь и в них есть генетическая память вашего рода, вашего родоплеменного клана. И вот не случайно у Саинхо вот такие вот шары, да, серьги. Ее родные, близкие, когда будут умирать, сумезены, сырга дадут на рам. То есть близкие, родные всегда держатся за серьги. И вот я сегодня приглашена сюда, и очень благодарю Айнану, Иргит, за то, что она меня пригласила. Мы прямо с ТВ Турецкого лицея пришли, прямо там тренинг у нас был с ребятишками, и прямо с тренинга с опозданием сюда пришли. Я вот хочу ей подарить маленькую березу в белом серебре. Пускай она помнит. На обратной стороне вот этой березы наши сакральные, видишь, вот эти вот узоры, орнамент, да, это наши национальные узоры, они немножечко имеют свою предысторию скифскую. Вот эти рога, они носят сакральный характер по рогам. Вот не случайно у вас здесь приехала родственница, которая пасет коз, коз пасет. А дикий баран на пиктоглифах, на скальных рисунках, дикие бараны с длинными, с большими рогами, они означают, вот этот рог означает ступеньки шамана в тот мир. И по этим шаманкам они, по этим ступенькам они взбираются и общаются с духами того мира. И мне очень нравится, что вы озвучиваете шаманскую тему, я потому что шамановед, мне очень нравится шаманская тема. Я хочу вас спросить, вот то, что вы сейчас рисовали, в какой-то степени перекликается с психологическими тренингами арт-терапии, то есть лечения искусством. И я бы хотела вас пригласить, я преподаю психологию в нашем университете. Не могли бы вы сделать мастер-класс именно в непривычном для вас амплуа, а в амплуа арт-терапевту. То есть порисовать, мы все опять вот кофе, кефир, все такое мы, наверное, специально со старьим принесем. Вот мастер-класс для психологов рисования. Можете ли вы согласиться на такой мастер-класс? Я думаю, что мы потом созвонимся с вами, обсудим этот вопрос. Дело в том, что на самом деле здесь были показаны два разные коллекции. Одна это, значит, вот медитация называется, а другая, вот то, что углем и карандашом сделана, это называются секундные рисунки. Знаете, иногда появляются такие видения, особенно, знаете, примерно похожие как в степи Марина, когда очень жаркие, они иногда возникают из, не знаю, из дыма, из воздуха возникают. Некие такие образы, которые, может быть, не совсем всегда похожи на человека, но они напоминают человека, как бы вот не совсем разоплощенные, что ли, вот такие образы они возникают. И вот когда они возникают, остается только, сказать, зарисовать это. Но на самом деле было сделано около 300-400 рисунков, из них вот такие самые подходящие были отобраны только, скажем, 40 или 30 работ. Вот, так что это такая работа очень композиция. Хорошо, я даже название придумала. Архаичная арт-терапия кочевникова. В формате медитации. На песке, да, на земле? В формате медитации. Хорошо. Новое название придумаем, все научно обоснуем, все это будет красиво называться, и все это, я надеюсь, опубликую. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за подарок. Вот, если у вас еще есть вопросы для, также к девочкам, может быть, можно их, они еще здесь, еще не ушли. Вот, у нас, к сожалению, еще встреча, интервью и репетиции, она готовится к 30-му. Вот, но если есть еще какие-то вопросы? Я сотрудник нашего музея, у меня такой вопрос. Вот, Татьяна Алексеевна уже сказала, что вы чисто городской ребенок, тем не менее, у вас песни, такие красивые песни, чисто традиционные, такие слова. Ну, вот, мы послушали тут вас, тетя Родная, да, шкуваторчезы, как-то крангалышку вашу сосуду, он был коронавируем, атомным песен, так что, это такие красивые песни. Песни для вас кто пишет? Вы сами сочиняете или совместно с вашими текстами? Некоторые песни народные, естественно, но вот некоторые песни, они авторские. Вот сегодня две песни я сочинила сама, тексты я нашла тоже сама, тексты не мои, народные тексты. Вот, но я иногда пишу тексты на туинском тоже, но они такие более современные, знаете, они более, как же это сказать, ну, в общем, более современные жизни, вот. А вот эти две песни, они такие, в общем, заимствованные из традиции кожемак и переначенные, а, естественно, мелодии я сочинила сама, вот. В основном, конечно, я пишу много песен на английском и на русском, поскольку формат современной музыки, особенно, вот, скажем, там, рок-музыки или танцевальной музыки, он больше подходит под английский язык, вот. А под туинский приходится всегда подбирать, особенно электроника, она такая штука, которая, в общем, волны, которые они немножко еще и, так сказать, то есть для этого нужно еще приноровиться, понимаете, то есть это такая вообще более кропотливая, туинский язык более древний, и в туинском языке очень много слов современных, просто даже понятия есть, отсутствуют. Вот я когда занималась переводом туинского текста на английский, меня попросили перевести, так мне пришлось делать параллельный перевод, то есть означающий, но не подстрочный перевод, потому что, когда делаешь подстрочный перевод, он, смысл теряется абсолютно, понимаете, то есть на английском языке просто таких понятий нет, вот, такая вот сложность была, вот, и поэтому, естественно, когда я делаю текст на туинском языке, я всегда учитываю метро ритм, что это должна быть современная песня, вот, и, естественно, подбирая слова, я должна подбирать еще тот такой текст, который бы соответствовал этому ритму и был бы доходчив. Для слушателей как провинцев, так и других. Спасибо. Все, да? Как у вас? Все вопросы, да? Ну что, тогда, в таком этом случае, да, спасибо вам большое, да? И до встречи, как у вас были. Я просто вспомнила, да, работаю, да? Сколько уже лет прошло, я сейчас вспомнила, но, господицы, были, я хочу сказать, что Саймго человек, который находится в постоянном поиске. Вот она о себе говорит, это городской продукт, но вот все замечают тут, вот, тувинское, да, аромат, вот это, я помню, как она в степи искала, я помню, как она в интернате искала, как она в машине этот звук искала, вот сейчас мне вспомнилось. Поэтому, это вот последний из книг, новая книга вышла. Отходи сюда. Спасибо большое. Я знаю, что ты в курсе жизни, культурной жизни, кто вы, и последние годы, 90-е годы, наверное, так больше. Спасибо. Я тоже вам. Я был очень маленький, был на фонтаре фильм по телевизору, который мы показывали, или по нашему телевизору. Там вы сказали, что ощущаете себя, значит, своя среди чужих, чужая среди своих, вот это ощущение у вас как-то изменилось, нет, так вот. Вообще, если честно сказать, мне самой трудно объяснить, почему я пою так, или почему я здесь нахожусь в постоянном поиске, наверное, в этом есть какой-то более высокий смысл, но вообще я не хотела бы два цикла только на себе, а скорее ввести это к стеклу веков, смене времен и появлению новых технологий, которые, с одной стороны, разрушают границы, но сближают людей разных точках земли. И, понимаете, такой момент, когда скорость жизни может иногда стереть некую часть истории. И поэтому, конечно, такой факт, как, например, сохранение архивов в дигитальных форматах, потому что это более, более, скажем, хранится лучше и так далее. Вот. Это, наверное, более актуально. Вот. Быть чужой среди своих, наверное, сложно. Но в этом какой-то, наверное, есть еще защитный момент, потому что, понимаете, если бы я, если бы я все время, так сказать, смотрела только на своих, понимаете, я бы не увидела, наверное, то, чего нет в сегодняшнем дне, но где-то в прошлых веках оно, понимаете, лицом к лицу лица не видать, так говорят, да, по-русски. Вот. И поэтому, естественно, я могу также добавить, что среди чужих, если считать страну, где я живу, в Австрии, в Вене, в общем, я там тоже не считаюсь своей, понимаете. То есть я там тоже что-то вроде белой овечки, человек, который занимается очень специфической областью в музыке и по характеру является очень таким не схожим, как они, понимаете. То есть тувинский характер там виднее. Вот. Может быть, здесь он не столь выделяется все-таки. Здесь я с родными, нахожусь, то есть более близкими мне по крови людьми, но искусство, наверное, оно немножко отличается. Вот. Это такой, может быть, не типичный пример, можно сказать, я являюсь. Но есть такой объединяющий момент, как то, например, обращение к такому стилю пения, как горловое пение, женщины и так далее, обращение к многостороннести искусства, например, рисование, тексты, движение, танец, пение и так далее. Это вот очень древняя форма искусства, понимаете. Она была всегда просто... Она, может быть, была в таком спячем состоянии, что ли. И оно просто вот в определенный момент пробудилась. Не знаю, повторится ли это в истории, то есть будут ли такие примеры. Но вот уже есть примеры, их очень много становится, понимаете. То есть пробужденность внутреннее, умение не просто взять, например, вот я приехала, я вдохновилась, да, я зарядилась энергией от вас, да, но я не забрала у вас ничего. Я просто нашла вот забытую кнопочку, что ли, внутри моей памяти, или вот маленькая вот эта вот почечка, как на деревьях сейчас все раскрывается, да. Вот где-то я в своем сознании эту точку нашла и просто ее распустила, понимаете. То есть она расцвела как цветок. Вот так я себе представляю. Вот. То есть это вот та часть памяти, которая заложена во всех нас. И она в определенный момент может раскрыться, раскрыться и дать какой-то результат, понимаете. Мне кажется, что через несколько лет с нами произойдет некий такой вот единый процесс, когда вот мы вдруг однажды утром все вместе проснувшись, вдруг озаримся внутренним пониманием, как некой такой, что ли, новой мысли, которая объединит нас снова. И вот тогда мы будем считать, что вот эти 70-80 лет атеизма наконец заполнились, и мы вспомнили. Нечего такое очень важное, понимаете. Потому что если мы живем на этой территории вместе, эта мысль, она однажды формится внутри нас, и она раскроет в нас. И мы научимся не ссориться, не давить друг друга, а помогать друг другу. У тебя была в Буряке, в Моголии, в Калмыке и так далее. Я видела, я знаю, что однажды это произойдет и в ту век. И поэтому, конечно, если сказать о инородности и быть своим среди чужих или чужим среди своих, я только могу сказать, что это просто, возможно, что-то произошло со мной в силу того, что я находилась на расстоянии и что-то могла увидеть. Понимаете? Но я знаю, что это произойдет со всеми однажды. Потому что даже ученые объясняют, что вот такой вот срыв сознания внутреннего или когда вот огромная масса людей вдруг поднимаются на одну ступень сознания выше. Без всякого объяснения. Без всякого какого-то предсобытия. Оно просто внутри нас физиологически вдруг происходит. Я так думаю, что однажды это произойдет. С réduю. АПЛОДИСМЕНТА Большое вам спасибо. Спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТА ПОТЫЧЕСЬ Продолжение следует...